Александр Лукашенко всё время подчёркивает своё трепетное отношение к женщинам. Ну, вы знаете, что я женский президент, меня всегда женщины поддерживали. Политик заявляет, что во власти доверяет именно белорусском, искренне предан женщине, а ещё много говорит о социальной поддержке матерей. В этом году даже документальный фильм выпустили, там рассказывают, как он любит женщин. В кадре классная руководительница Лукашенко Татьяна Корпиченко, экс-первая заместительница министра сельского хозяйства Надежда Котковец, бывшая глава Центризбиркома Лидия Ермошина, руководительница Совета Республики Наталья Качанова и другие белорусские. Они рассказывают о том, какой молодец Александр Лукашенко. Вот бывшая председательница правления Нацбанка Надежда Ермакова говорит. Держи мне бацька. Но своими действиями и высказываниями Лукашенко не раз доказывал, что все эти утверждения о достойном и уважительном отношении к женщинам далеки от его внутренних убеждений. Давайте вспомним, что говорил Лукашенко о женщинах и как его слова расходились с действительностью. А если для вас это безопасно, пожалуйста, поставьте этому видео лайк и подпишитесь на зеркало. Так наши сюжеты увидят больше людей. Один из последних примеров реального отношения Лукашенко к женщинам – его поведение во время визита в Витебский госуниверситет, который политик провел 2 сентября. Там он встречался с учащимися вузов Витебской области. Визит начинался с презентации ВГУ и доклада о его успехах. Вуз представляла его ректорка, докторка экономических наук Валентина Богатырева. Мероприятие в целом выглядело довольно комично. Смотрите, Лукашенко стоит, видимо, в холле университета. Сзади его большой портрет из 90-х. Можно оценить, как сильно он изменился визуально за последние 30 лет. Политик находится в окружении чиновников мужчин в костюмах. А единственная в кадре женщина, та самая Богатырева, по сути отдувается перед ними. Хотя, судя по опубликованному в пуле первого видео, серьезно слушать ее слова ни политик, ни чиновники не собирались. Лукашенко заметил матерное слово среди названий факультетов ВГУ. А вот назад верните. Гуманитаристики и языковых коммуникаций. Вот это матерное слово. Как это вот понимать? Ну вот придумали филологи. Придумали филологи, это матерное такое вот слово. После этого Лукашенко, никак не отреагировав на ее объяснение, повернулся к замглавы своей администрации Владимиру Перцову и попросил объяснить это слово. Тот как-то начал выкручиваться. «Там мы готовим переводчиков-экономистов, удвоенная специальность», – сказала Богатырева. Но это не помешало Перцову и Лукашенко продолжить свой диалог во время того, как ректорка пыталась все же закончить свою презентацию. В итоге ее выступление превратилось в стендап Лукашенко. Тот начал рассказывать об умниченье, которым якобы страдают в Беларуси, чтобы не показаться ретроградами. Ректорке ничего не оставалось, кроме как оправдываться и молча смотреть на политика. Похожее впечатление осталось и от другого опубликованного ролика. Там Богатырева рассказывала о новом учебнике. Прямо в середине презентации Лукашенко перебил ее и, оглядываясь на чиновников из администрации, словно ища поддержки у лояльной аудитории, поддел ректорку. «Так это вы написали?» Потом, когда Богатырева стала говорить об авторах учебника, снова перебил ее. В конце обмена репликами Богатыревой так и не удалось закончить говорить то, что она запланировала. Лукашенко отпустил шпильку в адрес кандидатки в президенты США Камалы Харрис, мол, ее критикуют за идеи регулирования экономики. Не так уж Запад против этой идеи, после чего свернул разговор. Имя Богатырева и пул первого ни разу не указал в постах, ведь главной звездой в них должен остаться другой человек. Конечно, подобным неуважительным образом Лукашенко относится и к мужчинам. Это видно по его совещаниям, где он позволяет себе кричать на подчиненных, буквально отчитывая их, как провинившихся школьников. Также отношение политика к окружающим можно заметить по тому, как он общается, например, со спортсменами и спортсменками. На протяжении долгих лет Лукашенко тыкает им при личном разговоре и в официальных обращениях, хотя те, в свою очередь, держат дистанцию, как и подобает стилю делового общения. «Тебе лично просьба два-три раза поменять стиль игры в течение игры, если нужно». Говорил политик-теннисистке Арине Соболенко в 2017-м. Помимо такой фамильярности, Лукашенко нередко переходит границу дипломатичного рукопожатия и позволяет себе неподобающим образом взаимодействовать с людьми, с женщинами особенно. Вот он в 2023-м встречается с российской пропагандисткой Ольгой Скобеевой. Политик обнимает ее и зачем-то держит за руку, когда диалог уже пошел дальше приветствия. К таким же сомнительным жестам можно отнести подаренный экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель букет. Это произошло в 2015-м году на саммите в нормандском формате в Минске. Другим участникам, мужчинам, такого знака внимания не досталось. Хотя в ходе разных мероприятий Лукашенко вручал букеты и мужчинам тоже. В 2014-м году Ксения Собчак спросила Лукашенко о симпатичной девушке, которая была с ним на хоккее. Тот пояснил, что она работает с ним уже два года, ассистирует, награждение, цветы и прочее. Она же там без цветов, без подарков сидела. Никак человек не разрушает. Так я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. Никогда. Это мой принцип. Всегда девчонки там. Это звучит так, словно девчонок политик воспринимает как некий объект для красоты. Уж точно вряд ли как важных в его понимании людей. Очень ярко такое отношение проявлялось во время предвыборной кампании в 2020-м году. Лукашенко встречался с коллективом Минского тракторного завода и заявил. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик. Я в этом абсолютно убежден. Почему, по мнению Лукашенко, женщина не справилась бы с управлением Белоруссию, политик умолчал. Но сделал в тот день еще одно занимательное заявление о своих соперницах на выборах Светлане Тихановской и Анне Конопадской. Прямо противоречащее сказанному о конституции не под женщину. Он возмутился, что потенциальные кандидаты мужчины кипиш подняли. Где-то кто-то ходит, кричит. И мне в этом плане больше всего симпатизирует. Горослав, вот честно тебе говорю, женщины. Они как-то тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался, эти женщины собрали больше подписей, чем те мужики, которые в интернете пиарятся. Поэтому я, Горослав, смотрю и думаю, все-таки женщины у нас, не в обиду нам, крепкие люди. Слова про конституцию не под женщин вызвали широкий резонанс. И политик на всякий случай решил оправдаться. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Что я имел в виду? Что у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Стало не сильно лучше. Особенно с учетом того, сколько и как сейчас отдыхает Лукашенко. Мы рассказывали об этом в одном из наших сюжетов. Может, раз он позволяет себе весьма фривольный рабочий график, то и женщина бы справилась. Ну и напоследок. Выступая с посланием белорусскому народу в прошлом году, Александр Лукашенко вдруг заговорил о геях и лесбиянках. И если отношения первых он бескомпромиссно назвал извращением, то после, отвечая на вопрос одиозного депутата Олега Гайдукевича, позволил себе порассуждать. Что касается лесбиянства этого, девчонок, это мы с тобой виноваты. Этого в нашем обществе быть не должно. Я, женщин, в этом плане не обвиняю. Девчонок, вот я как президент, я прощаю. Беру на себя эту вину и на вас, на мужиков. Значит, мы не досмотрели. Значит, мы где-то не доработали в чем-то. Это не нейросеть, если что. Это слова человека, называющего себя президентом Беларуси. Даже в этом контексте политик говорит о женщинах со снисходительностью, словно они нуждаются в его прощении.